Всем привет! В этом выпуске мы рассмотрим самые интересные последние новости из мира ММА. Кто не жадный, поставьте мне лайк по-братски и подтопали. Итак, начнем с видео, которое я пересматривал раз пять. Битва взглядов Джек Пол против Бена Аскрина. Ну вы только гляньте на это. Магомед Исмаилов раскрыл в себе новые таланты. Он показал Моргенштерну, как нужно правильно читать рэп. А что боролся я, зато и жил, к чему стремился я, зато и бился. Не падал в грязь, был стойким, по глотку испиваясь чаши жизни горькой. Не боялся я глянуть дуло в ствола, взять быка за рога, помутить скотина. И пойми, не в этом сила, а сила в правде. Да и в мозгах сила, в кулаках, в духе, в вере, в словах, о которых задумался бы и нацист, и олигарх. Эй, маленькая красавица, тебя там в будущем, мужельнёк достойный дожидается, улыбается. Тебе нормально так ещё расти, достойно это время проведи. Учись, готовь, люби, живи, люби жизнь, неси добро, береги честь. Тебе ведь предстоит ещё себя отдать лучшей профессии в мире под названием мать. Ну что, братишка, я знаю, ты слышишь меня. Ты без пяти минут глава семьи, а там фуфламицин какой-то пытается запудрить твоей будущей жене мозги. И что ты будешь с этим делать, а? От тебя ведь зависит будущее твоей семьи. И вот давай теперь скажи, что ты будешь с этим делать, а? Мальчишки и девчонки, а также их родители. Пора бы уже быть бдительными, не проморгайте благою слады, Потанцовывая под сатаны балладой. У меня на этом всё, но я бы мог сказать ещё, Что Марк Герштейн и все, кто его поддерживают, говно. Но нет, не скажу, всем и так всё понятно. Ничего нового я этим вам не расскажу. Пора и им меняться, над текстами там своими позаниматься, Нести правильный посыл, Хотя бы, чтобы толк от них какой-то был. Итак, переходим к главной теме. Николай Валуев раскритиковал слова Хабиба о Моргенштерне. Напомню, главные слова Хабиба из поста. Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, Который будет курировать и чистить эту всю грязь с экранов. Николай Валуев прокомментировал эти слова вот как-то вот так. Такой орган у нас существует, Роскомнадзор. Хабиб не в курсе? Всё, что появляется в СМИ или интернете, в рамках закона курирует Роскомнадзор. Если закон кто-то переступает, обращаемся в суд, судимся и поступаем по их решению. Также Роскомнадзор напрямую занимается изъятием тех вещей, которые противоречат закону. Так что здесь, на мой взгляд, дополнительный дисциплинарный орган не нужен. Здесь нужен самоконтроль тех людей, которые являются кумирами молодёжи. Они должны думать, что они делают. Николай, открою вам маленький секрет. Именно поэтому бойцы и газуют. Потому что у кумира молодёжи самоконтроля просто нет. Или вы хотите со мной поспорить? Я попрошу вас... Да нахуй пойти. Нет, попрошу вас... Нахуй пойти. А на этом всё, друзья. Всем желаю удачи. Пока.